Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем в нашей программе подоплека исследовать личность нашего нового президента Эгила Левита. Итак, в прошлом выпуске программы создатель влиятельного общественно-политического клуба 21, ныне директор Института национальных ресурсов Сергей Анцупов и директор Балтийского форума Александр Васильев рассказали, как на латвийском политическом небосклоне появился наш новоизбранный президент Эгил Левит. Напомню, он покинул родину, Латвию, подросткам, когда железный занавес между Советским Союзом и Западом открылся для евреев. Отца Эгила Левита Йонаса сейчас принято позиционировать как диссидента, то есть борца с советской властью. Однако исторические свидетельства говорят о другом. После установления советской власти в Латвийской ССР с 29 июля 1940 года Йонас Левит служил государственным комиссаром нового правительства, чтобы выполнять закон о национализации банков и крупных предприятий. Он получил сразу три комиссарские должности. Первую на фабрике «Металлтехника» Давида Мушки, находилась на улице Вагуна, 21. Вторую на фирме «Лефа», которая находилась на улице Мурнику, 7 и принадлежала Екабу и Залману Сапуга. Они проживали, соответственно, на улице Марьес, 10, квартира 10 и Лачвиша, 35, квартира 9. И Мэлэху Шомеру, он жил на Альберта, 11, квартира 17. Согласно публикации в ведомостях Президиума Верховного Совета Латвийской ССР от 3 октября 1940 года, Йонас Левит работал государственным комиссаром на фирме «Лефа» до октября, получая зарплату 200 латов в месяц. Третью комиссарскую должность Йонас Левит занимал на фабрике «Металлштамп», которая принадлежала тем же господам Сапуга и Шомеру, и находилась на улице Слокос, 55. Скорее всего, зарплата комиссара Левита в общей сложности составляла около полусотни латов в месяц, что сразу сделало его весьма состоятельным человеком, ведь накануне войны окорок и сливочное масло стоили по 3 лата за килограмм, картофель 8 сантимов, морковь 18, яблоки 20, а клюква 40 сантимов за килограмм. Благополучную жизнь Йонаса Левита прервала война, во время которой его, как ценного кадра, эвакуировали в восточные районы СССР и таким образом спасли от Холокоста, лишившего жизни 90% еврейского населения Латвии. После возвращения на родину Йонас Левит создал семью, в которой и родился наш нынешний президент. В 70-е годы семья выехала в Израиль, но задержалась в Германии, где и получили образование дети. Как мы выяснили в прошлой передаче, Эгел Левит учился сразу и политологии, и юриспруденции в Гамбургском университете, но не окончил ни того, ни другого курса полностью, в чем и признавался сам. Я наполовину юрист, наполовину политолог, говорил он. Однако молодого человека с острым умом заметили. О том, как это было, рассказывает первый руководитель правительства Латвии, работавшего согласно Сатерсме с 1993 года, доктор права, член Международного мадридского клуба Валдис Бирковс, который дал интервью программе «Подоплека» на прошлой неделе. Моё знакомство с Эгелом Левитом началось гораздо раньше. Впервые я с ним встретился за рубежом в Киеве, когда мы несколько обсуждали перспективы. Это был 88-й год. Латвия ещё не была независимой, и Латвия ещё не объявляла. Но фактически время было такое, ещё ведь даже не было, на мой взгляд, в Конгрессе Народного фронта. Но дух свободы в воздухе уже витал. Мне кажется, он прибыл в Ригу после объявления независимости, если не ошибаюсь, с паспортом номер два, потому что первый был наш коллега, юрист, профессор Лебер, который прибыл первым из заграничных коллег. Это сын бывшего сенатора Латвийской республики, а юрист, с которым наша юрисдикция, наши юристы сотрудничали очень долгое время, вплоть до его смерти. И, конечно, в этом участвовал и наш нынешний президент. Когда уже приближалось 4 мая 1990 года, была очень интересная встреча в квартире профессора Роланда Рикарда. Нас было четверо. Эгил Слевиц, Роман Сапситис, я и профессор Рикард. Если вы заметили, то вот эти три человека, Эгил Слевиц, Роман Сапситис и я, в последующем стали и министрами юстиции, все трое. Но Роланда Рикард был ученым. Тогда мы впервые обсуждали возможный документ, который потом уже стал Декларацией о независимости. То есть это и тогда был коллективный труд? Это было первоначальное, концептуальное размышление, как лучше поступать. А потом это стало, конечно, коллективным трудом, которым участвовали многие, в том числе его нынешний руководитель канцелярии президента Андрей Стейкман. Это он ночью на 4 мая дал название, потому что мы дискутировали, меморандум или как этот документ назвать, это идея Тейкмана, если тогда было назвать декларацией. Это еще одна встреча. Но до того, как он стал министром юстиции в моем правительстве, ведь была постоянная работа над будущими документами. Она началась, правда, не сразу. Я в то время был заместителем председателя юридической комиссии, но мы же уже начали подготовку к выборам. Пятый Сайм. И для этого нам нужна была работа, как мы видим, правительство, потому что Сайм уже выбран. Предыдущий парламент был Верховным Советом. Это мы работали над том, как восстановить полностью наши соответствия. И эта работа левится в том числе. Мы составляли контуры правительства. Но надо сказать, что это действительно был коллективный труд. Итак, в прошлой программе мы выяснили, что крестным отцом многих политических деятелей Латвии, вернувшихся из-за рубежа, был профессор Латвийского университета Юрис Бойерс. Он обладал поистине уникальной прозорливостью, так как привлек вернуться в страну не только нашего нынешнего президента, но и самого влиятельного из бывших, Вайру Вики Фрейбергу. Кто-то из наших слушателей смотрел в этом козни КГБ, ведь Юрис Бойерс был кадровым офицером контрразведки. С таким же успехом можно говорить о том, что какой-то замысел ЦРУ реализовывался по внедрению агентов влияния в постсоветские страны. Однако Валдис Бирковс считает иначе. Когда он появился в Латвии, он очень активно сразу включился в политическую жизнь. Его взгляды полностью совпадали с нашим взглядом, когда мы создавали партию, и размышляя даже о создании партии, как-то это все произошло очень естественно. Я думаю, мы просто друг друга нашли, никто его за ручку не приводил, не говорил, вот этот Шрэвец, который вам поможет. Не было такого. Он был настроен с самого начала участвовать, и он это делал очень грамотно и профессионально, как нам казалось тогда. И я не на Льоту не сожалею, что он включился тогда, потому что это был вообще период политического романтизма, когда каждый хотел просто без того, чтобы его приглашали. Никто не хотел стоять в стороне, если ему это было, так сказать, соответствовало его душевным требованиям, независимость, создание, восстановление государства, развитие государства. Люди просто приходили и просто включались, и просто стали работать. Ведь партии, по существу, создавались медленно, и у нас было какое-то очень скептическое отношение к даже названию партии. Когда Латвии с целью упрекали, что вы никогда не будете партией, то мы просто ответили созданием партии 25 сентября 1993 года. Была создана партия «Латвий Сеч», которая первоначально состояла из трех разных частей. Часть Народного фронта, часть фракции Сатверсме и наши зарубежные коллеги, которые прибыли в Латвию для работы и восстановления независимости. Ну, у Левита была работа в Германии. Ну, не знаю, можно дискутировать по поводу того, что Юрис Бойерс написал по поводу его юридического образования, его квалификации. Германия в тот момент была, так сказать, стабильной и, наверное, желанной страной для каждого. Наверное, были какие-то сильные мотивы для того, чтобы он, так сказать, свою перспективную площадку в Германии оставил и все-таки переехал в Латвию. Вот какие-то могли бы быть мотивы, кроме романтических? Не будем искать каких-то тайных сговоров и тайных замыслов. Я откровенно говорю, что мне кажется, что он со своей деятельностью доказал и доказал, продолжает доказывать, что он хочет, как он видит развитие и что он хочет достичь. И я, конечно, уверен, что он в Германии смог бы сделать свою карьеру. Но я и в отношении всех тех, которые сейчас уезжают, говорю, ну, они там станут чуточку богаче, может, намного богаче, может, получат некоторое удовлетворение. Но все равно им в жизни всегда что-то будет не хватать. И это что-то, это вот эта страна, в которой мы живем. И Левиц ведь здесь родился, и здесь учился. Так что я думаю, что это было очень естественно. Вы откладывали нашу встречу до тех пор, пока пройдет инаугурация, и Эдил скажет свою речь. Вот что Вы услышали в этой речи, и чего Вы ждете от этого президента? Речь мне нужна была, надо было слушать, для того, чтобы понять, насколько он близок к тем же принципам, которые мы заложили в основу развития Латвии, в начале 90-х, потому что прошло 30 лет почти. Ясно, что человек во время работы в разных учреждениях изменяется, он видит, что происходит в Латвии. И мне было очень важно понять его установки новые. Я очень внимательно изучил его первую речь в парламенте. Я прослушал его речь в библиотеке. И вижу, что здесь есть принципы, которые необходимо развивать. Принцип солидарности, принадлежности к государству, принципы долгосрочного развития. Очень правильно поставлен вопрос о том, что нужно для того, чтобы экономика развивалась. Опять же, в смысле базы сокровения, предпосылок образования, законодательства, инноваций. Когда я сделал выводы, то я на данный момент вижу общую установку на будущее. Но Латвия нуждается не только в принципах, но в ясном видении, куда мы идем. И я ему это сказал, когда проходил, так сказать, процедуру пожатия рук новому президенту, что по существу Латвия лет 15-20 живет без ясных ориентиров. Правительство и президент пытаются решать текущие вопросы, ставят очень общие задачи. Но нет видения, которое мобилизует людей, вдохновляет их и ведет за собой. Мы не находим ту точку приложения и своих сил, которая дает удовлетворение и развивает страну, которая делает страну единой, которая дает стране возможность работать на едином дыхании. Это очень сложно, но это надо. И в этом я вижу главную роль нашего президента. Потому что, понимаете, он человек идей. Есть люди, которые любят обсуждать других людей, что тоже необходимо. Есть люди, которые в основном любят обсуждать разные события, а есть люди, у которых за каждым делом стоит идея, которые готовы обсуждать идеи. И я это услышал, его речи в библиотеке, потому что он же сказал, я готов участвовать в обсуждениях, потому что в обсуждениях, поисках, противоречиях находится правильное решение. Это очень важно. И как человек идей, я вижу, что если он что-то делает, за этим стоит определенная идея. Его преамбула тоже выражает определенные идеи. Можно с ними согласиться, можно не согласиться. Но преамбула к сатверсию это идеи, которые он продолжает развивать. Мы попросим вас высказать свое мнение и свои пожелания президенту после перерыва, а сейчас новости на радио. На балконе разворот. Добрый день еще раз. Мы продолжаем программу подоплека. У микрофона автора и ведущая программы Людмила Прибыльская. И сейчас я предлагаю вам, дорогие радиослушатели, звонить в студию и высказывать свои пожелания нашему новому президенту. Ваше видение того, как и каким образом он может повлиять на нашу политическую жизнь и на развитие Латвии. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Ждем ваших звонков. И вот сейчас уже кто-то позвонил. Добрый день. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Ольга Ушакова. Очень приятно. Вы знаете, да, мои корни вот с материнской линии ходят прямо к немецким баронам, к Варенброкам. И мы как бы здесь, я как бы здесь местная, ну, столетиями. Я не могу вот так вот смотреть спокойно, как этот талантливейший человек, как Валдис Бирковс, все излагал, который уже лет 20 нам привлекал жить в Швейцарии. А вот насчет нашего нового президента, что бы я хотела ему заметить? Вы знаете, без образования вот такого база, которого он избежал, ему трудно понять, чем может кончиться его карьера, когда его будут так достаточно цинично подставлять, потому что к тому периоду, который сейчас идет, он завершается. Вот этот период, по сути дела, дележа постсоветского пространства, инфраструктуры, борьба за это, за вот эти нефтегазопроводы, и кого-то должны подставить. Подставляют, естественно, маленьких, Латвию, Прибалтику. И вот все, как говорится, грехи почему-то на латышский народ, хотя участвовали во всех этих процессах изначально, до 90-го года все, и русскоязычные, и латыши. И вот если бы он хоть немножко, но я не знаю, как он, к какой категории он относит себя латвийцев, к евреям, к латышам. Ну, он себя позиционирует, да, он считает себя латышом, и сейчас закон дает каждому право записаться в паспорте латышом, несмотря на как бы на кровь этот принцип. Ну, вот если бы, вы понимаете, если бы вот действительно подняли бы вот эту тему, вот я бы ему посоветовала, как юристу, что все, что происходит, не имеет этнической окраски, чтобы нас вот так не стегали, что вот здесь нацисты и так далее, что здесь отвечать за то, что произошло, должны все. И в первую очередь, конечно, такие, как господин Бирков. Спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Звоните в студию, мы будем стараться вас выслушать. Еще раз повторяю, 672-12-93-9, 672-13-93-9. И хочу напомнить, что записи нашей программы «Подоплека» вы можете найти на Ютубе на профиле «Радио Болтком» и ознакомиться с тем, какие темы мы ранее освещали и что в первой части программы было рассказано о нашем президенте. Я думаю, что фактор его образования сейчас уже не имеет такой роли, потому что на самом деле он действительно работал на очень высоком посту в европейском суде и то, чего он, может быть, не добрал в университете, он добрал на практике. Еще один звонок в студию, прошу вас. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, мы вас слушаем. Что-то не получается у нас принять звонок. по поводу упреков к Валдису Бирковсу, как он уже отметил, да, это был период романтизма и в политике, и в жизни страны, и, наверное, трудно сейчас упрекать людей в том, что они, ну, может быть, слишком большие надежды строили на будущее, и эти надежды не вполне реализовались. Но вот о том, что же все-таки может сделать президент на своем посту в условиях нашего раздрубленного политикума, Валдис Бирковс тоже сказал. Давайте послушаем дальше его запись. Было время, когда в числе кандидатов в президенты был я. тогда я изучил возможности президента. Я думаю, что у президента есть очень большие возможности законодательства. Я предполагаю, что наш президент новый будет идти с многими законодательными инициативами, это его право. Он будет тщательно следить опять же за тем, что делает парламент. я не думаю, что он будет очень сильно вмешиваться в работу кабинета, хотя у него такая возможность есть. Мне кажется, его отношения с нынешним премьером скорее будут такими, что он в тех случаях, когда он посчитает необходимым, пойдет премьеру на помощь. президент или король наших, так сказать, демократических общества, как правило, символизирует единство общества. И единство общества Латвии, если это не проблема, то это все-таки притча в языцах. Мы как-то до сих пор считаем латвийской общественность, русскоязычной. На что надо сказать, что эстонский президент, новый президент тоже, она очень резко подчеркнула, что нет отдельной группы русскоязычной. Есть граждане в Эстонии, и ведь у нас то же самое. Тем более, что, на мой взгляд, так называемый русскоязычный в Латвии во многом уже давно, ну, если не давно, то, можно сказать, уже некоторое время, по крайней мере, в части поколения нового, уже давно, не русскоязычные, а многоязычные, и англоговорящие, и говорящие на национальном языке, на титульном, так сказать. Поэтому эта задача одна из очень важных задач, если не одна из самых важных, рядом с видением развития. Но президент это может достигнуть. Как влиять на парламент, как влиять на правительство, как влиять на общество, так как и влиять на отдельные его части, только тогда, когда у него есть высокий авторитет. если его жизнь до сих пор фактически достигнув карьеру президента, можно рассматриваться только как подготовка к этому, его самому важнейшему посту президента, в конечном итогу. Для любого человека это высшая точка. И вся жизнь отразится в этой его должности. Заработать авторитет, который продвигает нации, которому прислушивается, которому хочется следовать, это очень важно. И это очень трудно. В таких делах трудно что-то советовать. Но один совет я могу дать. Я иногда снаюсь. Хорошая была партия Латвии Сельщик, несмотря на всю критику. Интеллектуально богатая, разнообразная, достаточно либеральная. Допускала много ошибок, в том числе. Но главная наша ошибка в 2002 году, выходя на выбор, была та же ошибка, которую допустили Фемистоку в Древней Греции, Макеавеллы в Средневековой Флоренции и Черчилль после войны. Они шли на выборы, хвалясь. Эту ошибку допустил Латвий Серж, поскольку в 2002 году он шел на выборы с лозунгом. Мы обещали, мы сделали. Хвалиться сделано неправильно. Это мы должны были в 2002 году идти на выборы с новым видением, которого до сих пор где. Валдис Бирков сказал о том, о чем сказала наша радиослушница, звонившая только что, о том, что президент должен представлять весь народ и надо, наверное, когда-то, и вот именно сейчас наступил такой момент, когда нужно прекратить делить людей по национальностям и начать наконец-то строить единое государство, государственную нацию, в которой не будет места противоречиям и игре на противоречиях, которую уже 25 лет успешно используют наши политики. как же в принципе он видит вот эту идею единства, как эта идея должна реализовываться. Послушаем дальше его рассказ. Я, конечно, человек, который очень много думает о Европейском Союзе. Я действительно с самого начала видел судьбу Латвии только в едином Евросоюзе. И меня очень беспокоит судьба Евросоюза, потому что она не лег. Многие говорят Евросоюз трещит по швам. А я хочу все-таки видеть федеральный Евросоюз. Мне кажется, что до этой мечты еще мы далеко, потому что только в этом силы Европы, только сотрудничество всех государств Европы. То, что происходит на мировой сцене, явно требует единения европейских государств. в 99-м году я поменял приоритеты Латвии. Я уже считал, что вопрос Евросоюза решен. Я скажу так, я тогда был, конечно, видел больше этих внешнеполитических задач, как приоритетных, чем такую задачу, как выдвинул Ленард Мерри. Но Ленард Мерри смотрел дальше меня, значит, и смотрел дальше наших президентов, может быть, того времени. Но после этого, увы, мы пытались упорядочить дела разные, правительства по-разному, президенты смотрели на вещи по-разному, и в то же время никто же не хотел навредить Латвии, но там тем не менее вот такой театр, несмотря на все попытки разными словами сформулировать, что будет чуть ли небольшой прыжок, как в Китае, и экономический рывок, ничего же не происходит, наоборот, мы слишком много смотрим назад, и слишком мало вперед, а пытаясь решить проблемы прошлого, мы теряем будущее, и, скорее всего, создаем новые несправедливости, конечно, воздвигая всякие красные линии, барьеры и ужасы, которые может произойти, кажется, лучше уйти от этого подальше или повернуться спиной, а под пеплом всегда все-таки уголек все время горячий, мы должны сосредоточиться на людях, которые живут здесь, мы должны создать экономические условия, мы должны создать вот те принципы, которые президент заложил в своей речи, чтобы каждый чувствовал принадлежность к этому государству, а не был бы отторжен. Еще один такой момент, который отмечают эксперты, что нынешняя система кабинета министров, которая была заложена при вашем правительстве, она как раз была инициирована Левитом, скопирована в чем-то с Германией, и если для Германии такая иерархическая система принятия решений оправдана, то для маленькой Латвии может быть она чересчур забюрократизирована, вы согласны с этим? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Я, когда стал заместителем Горбунова, зам председателя Верховного Совета Латвии, я специально приглашал графа фон Ламсдорфа, посла Германии, чтобы обсудить с ним послевоенную конституцию Германии, где министерство финансов было объединено с министерством экономики, где было ряд других элементов и был президент такой же, как наш, с такими же полномочиями. Я хотел сам кое-что скопировать, но я не остановился на... Я посчитал, что все-таки объединение министерства экономики, министерства финансов создаст просто это противоречие, которое существует между этими министерствами внутри, потому что министерство экономики должно развивать экономику и добывать деньги таким образом, а министерство финансов должно накладывать налоги, ограничить и таким образом собирать деньги. Это вечное противоречие. Левиц, господин Левиц, надо, так сказать, относиться к президенту с уважением. Он четко настоял на том, что общезначимые или те нормы, которые относятся ко всем жителям Латвии или публичные для исполнения, может быть приниматься только кабинетом министров. По этому вопросу до сих пор идет дискуссия, и многие, и министры считали, что они могут сами сдавать какие-то обязательные директивы или ограничения. Но Эггел Слевиц тогда был, я думаю, и сейчас, что кабинет должен в стране один, и он принимает все решения. Это привело к тому в какой-то степени это действительно, как вы сказали, бюрократизация, что даже очень мелкие решения загружают повестку кабинета министров. Это факт. Можем ли мы идти другим путем? Наверное, есть другие варианты, но вряд ли это изменится при нынешнем президенте, поскольку он подчеркнул лишь, что нынешний порядок избрания президента должен остаться в силе, значит, он не будет выходить с инициативой избрания всенародного избранного президента. Мне действительно кажется, что решение всех вопросов таким образом в кабинете неправильно. Ну, люди, у которых более авторитарные тенденции, конечно, любят держать все под контролем. Не в упрек сказано, но можно и так. Но на самом деле может быть есть смысл подумать о том, какие отдельные вопросы можно отдать министерству. Но тоже очень ограниченный круг, потому что я скажу, что и так у нас министерство слишком игнорирует общегосударственные интересы, я бы сказал так. Каждое министерство тянет одеяло на себя, бюджетное одеяло. Это недостаток наших политиков в том, что они думают в рамках своего министерства, они не видят общую картину, они не видят, как они думают, что их министерство решит свои проблемы, но не государственные проблемы. Инфляция политиков хорошая, мне нравится это выражение, когда будет девальвация. Подведем итоги, какой портрет президента Левитта у нас получился, его окружает множество мифов, разоблачение которых не добавляет авторитета. Однако, не будучи дипломированным юристом и политологом, он все-таки стал авторитетным судью Европейского суда, которому Латвия нелегко будет найти замену. Он идеалист, потому что в конце 80-х он предпочел предсказуемый кривер в Германии бурные перемены в Латвии. И сейчас просто потерял в деньгах, потому что вместо положения самого высокооплачиваемого функционера Евросоюза, он получил пост президента маленькой страны. Однако, на этом посту он имеет шансы подтвердить свой международный авторитет и предпринять усилия, чтобы романтические мечты о Латвии, которые в свое время заставили его вернуться, сбылись. Мы, люди, говорящие, думающие по-русски, вправе требовать от президента справедливости в настоящем, а не бесплодных отсылов в прошлое, которые по признанию экс-премьера первого кабинета министров независимой Латвии лишь создают новую несправедливость и тормозят развитие страны. Этот выпуск программы Подоплека вы сможете снова прослушать на канале Радио Болтком на YouTube. С вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская, а в следующий четверг мы поговорим о том, как нас пытаются в очередной раз надуть с пресловутой обязательной компонентой зеленой энергии. Ждем вас в эфире с 12 до 13 часов в следующий четверг. Всего доброго! До свидания!